Привет, друзья! С вами Гриш Корнеев и мы находимся в Шерегеше. А сегодня у нас в Шерегеше небывалое событие. Наконец-то пошел снег. Но не то чтобы пошел, нас просто заваливает снегом, в связи с чем у нас вот такие вот нераскатанные поля мягкого снега. И в сегодняшнем видео я хочу буквально за 10 минут научить вас кататься по этому снегу, по глубокому снегу. Практически неважно на каких лыжах, но на большом уклоне, по лесу все эти советы будут супер полезными для фрирайда в снежных условиях. Перед тем, как начать, я напомню о безопасности и о том, что мы никогда не катаемся по лесу в одиночестве. И о том, что все советы, которые вы услышите в этом видео, нужно использовать только в том случае, если они подходят вам по уровню катания. Итак, погнали. Я не знаю, насколько хорошо меня будет слышно, потому что дует очень сильный ветер. Попробую говорить громче. Итак, первое, с чего стоит начать, это выбрать спуск по силам. Сейчас мы начинаем ехать по достаточно агрессивному рельефу. Это урумник, и данный спуск подходит далеко не всем. Я смещаюсь на более простую линию. Как можно определить простую линию, если вы не знаете, что это значит? Простая линия – это траектория, которая просматривается максимально далеко глазами. Это траектория с наименьшими перегибами рельефа, если вы не умеете ездить по рельефу. Это траектория, которая достаточно свободна от различной растительности, от кустов и от деревьев. Любые полянки, любые такие просики подойдут для того, чтобы учиться кататься вне трассы. Единственная поправка на погодные условия. Сегодня погодные условия у нас плохие, видимость не очень хорошая. Именно поэтому мы находимся в лесу. Подожду своего напарника. И следующий совет, который надо обязательно учитывать – это в плохую видимость. Мы стараемся кататься по лесу, либо в местах, где что-то – скалы, камни, кустики – отбрасывают тени. А вон и мой напарник появился. Так что мы можем продолжать. Следующий совет для вас, дорогие друзья. Старайтесь при катании по глубокому снегу держать стоечку поуже. Вы посмотрите, какое количество снега вылетает из-под моих лыж. И если я буду стоять так же, как мы привыкли при катании по трассе, мои лыжи просто начнут разъезжаться в разные стороны. Мы этого не хотим, потому что мы не хотим падений. И поэтому я все время контролирую то, что мои колени, мои ботинки, они практически постоянно касаются друг друга. Вы посмотрите, сколько снега, дорогие друзья. Это просто праздник какой-то. Давно такого не было в Шерегеше. Да я тут 5 дней всего. Жду напарника. Это безопасность. И мы продолжаем. Какое тут катание-то, а? Класс! Итак, нам надо сейчас смещаться правее. Иначе мы влипнем. Это тоже совет, дорогие друзья. Если вы катаетесь в каком-то регионе, впервые, ваша безопасность, это не только катание в группе, но и хорошее знание местности. Потому что если вы не знаете, куда ехать, вы можете заблудиться. И банально придется вызывать спасателей. Тогда о каком обучении может идти речь? Друзья, следующий совет, он может показаться вам странным, но во фрирайде, в мягком снегу важно иметь правильные палки. Палки с широкими кольцами позволяют вам делать маневры, опираясь на них. Если будут обычные трассовые палки, у вас ничего не получится сделать. И, соответственно, вам изменить траекторию своего движения будет гораздо сложнее. Поэтому покупаем правильные палочки. О чем стоит помнить, это о том, куда вы смотрите. Очень важная вещь, которая, может быть, на первый взгляд покажется банальностью, но нет, многие забывают про это и начинают смотреть на носки лыж, на деревья, которые они объезжают, и на другие препятствия. И из-за этого теряют траекторию и не видят, куда им ехать. Мы смотрим только туда, куда хотим приехать. И сюда я приезжать не хотел. Друзья, мы смотрим только туда, куда хотим приехать. И не отвлекаемся на всякие там селфи-палки и камеры, а исключительно думаем о своей безопасности и о линии спуска. Что же касается катания по глубокому снегу на узких лыжах, я сейчас еду на достаточно узких лыжах для этого снега. Это 104 миллиметра в талии. И данных лыж мне явно не хватает. На положняках я залипаю, на крутиках мне не хватает маневренности, чтобы объезжать деревья, и приходится очень сильно напрягаться. Если вы хотите отдыхать, если вы хотите, чтобы ваше катание было безопасным, очень важно подойти правильно к подбору снаряжения под текущие снежные условия. Конечно же, все уже знают и видели мой гайд по подбору снаряжения. Очень его рекомендую. Очень важный момент при катании в нитрах, дорогие друзья, это то, как работают наши ноги. Очень важно, чтобы ноги работали независимо от корпуса, а корпус был статичным. Если вы можете этого сделать, то ваше катание в нитрах будет похоже на пытку. Для того, чтобы ноги отрабатывали, как швейная машинка, конечно же, нужно заниматься в зале и заниматься физическими упражнениями. На данный момент я еду по достаточно слабому уклону, и ноги работают мягко. Но посмотрите этот кусок. Специально вернулся в этот круг, где очень много камней, и где это продемонстрировать можно просто и сделать. Вы видите, что я не даю своим лыжам отрываться от снега только за исключением тех случаев, когда я хочу подпрыгнуть. В остальное время я все время стараюсь как пружинами очень мощно отрабатывать ногами, для того, чтобы вжимать в снег. Даже несмотря на то, что, казалось бы, мягкий снег, он очень сильно выравнивает поверхность, и поверхность становится более равномерной, все равно к ногам предъявляются очень большие требования. Они должны отрабатывать по максимуму. При этом предупреждение внимания, как стабильно стоит мой корпус, когда ты его измениваешься. А ноги работают. Не важно, что это, бугры, или мягкий снег, или даже снег без следов. Главное, чтобы подвеска работала на все 100%. Это сжимание лыж-снег мне дает очень большую стабильность и очень большой контроль на любой скорости. Ага, между... Вот, посмотрите, и сбоку. Это просто кайф! Не забывайте делиться этим видео с вашими друзьями, особенно если у вас есть друзья, которые хотят научиться фрирайду, перейти с трассовых лыж во внетрассовое катание. Отдельное внимание уделите подбору снаряжения. Для подбора горных лыж я создал специальный гайд, который помогает разобраться во всем вот этом широком разнообразии ассортимента, который предлагает нам рынок горнолыжного снаряжения. И просто не забывайте получать удовольствие от катания. С вами был Гриша Корнеев. Всем пока! Увидимся в горах!